Когда ворвались люди в форме в нашу квартиру, мы с мужем находились в тамбуре. Его скрутили, меня оттолкнули и потом его затолкали в эту комнату. И в дальнейшем он находился все время на диване и за столом рядом сидел следователь. Я вначале, когда вошли эти 16 человек, стояла в здесь. Я даже не успела дальше отойти. Вот так же в тот вечер был накрыт стол, и вся семья и наши друзья сидели за ужином, общались и радовались тому, что мы встретились. 16 человек, 8 из которых были вооружены автоматами, выстроились вдоль нашей комнаты. Автоматы были направлены на нас, как потом мне пояснил муж, пусковые предохранители сняты. За столом находилась наша пятилетняя внучка Лизочка, которая, конечно, очень испугалась. Нам не дали возможности вызвать адвоката, нам сказали не двигаться, положить, не трогать все телефоны. В общем, мы не имели права на передвижение по квартире. А люди начали передвигаться, они толкали двери, смотрели, что в других комнатах. Муж попросил разрешения увезти ребенка, так как ей всего 5 лет, но нам не разрешили уводить Лизочку. Тогда он сказал, чтобы следователь Когут зачитал бумагу, которая у него была, о том, что в нашем доме должен произойти обыск, это решение суда, по делу Гурьянова Антона и по этому делу якобы мой муж проходит свидетелем. Он также сказал, что они уже приходили, были у нас, но мы им не открыли. Мы пояснили, что мы только ночью вернулись в море, поэтому открыть мы никак не могли. Но если бы они приходили, то они бесцеремонно входят, они бы вошли в нашу квартиру, если бы хотели это сделать. А кроме этого, нам предупредили дежурные. Когда я поинтересовалась у следователя Когута, какого же числа они приходили в наш дом, он сказал, что он не может сказать, он не помнит. Среди людей, которые стояли вот так вот вдоль комнаты в гражданском, я узнала человека, который звонил до этого в нашу квартиру и представлялся другом нашего соседа и просил открыть дверь. То есть обманным путем пытался войти в наш дом. Я спросила, кто вы? Может быть, вы вообще бандиты, но я вас боюсь. Кто вы? Кто вы? Представьтесь, пожалуйста, потому что вы вели себя в США не так, как подобает вести работников органов СБУ. Он долго не хотел этого делать, но в общем-то я должна сказать, что коллеги осуждающие смотрели на него. При этом он в итоге показал свое удостоверение. Это был пухнатый Илья Федорович, начальник отдела СБУ в Харьковской области, полковник. На просьбу моего мужа уменьшить количество людей, находившихся в нашем доме, и оставить только тех, кто непосредственно должен выполнять обыск, следователи, да, автоматчики вышли, остались люди в штатском, которые также продолжались хаотично передвигаться по нашей квартире. Спросили, на кого оформлена квартира, и пояснила, что на меня. И сказали, что в таком случае я буду присутствовать в той комнате, которая будет осматриваться. Мужу двигаться не разрешили, а я могла передвигаться с группой людей, которые осматривали нашу квартиру. Меня очень удивило поведение понятых, потому что если бы меня пригласили понятой, я бы, наверное, была немножко растеряна. И, в общем-то, люди, которые пришли в роли понятых, не были нашими соседями, не были лицами какими-то знакомыми. Это были люди совершенно подготовленные, которые совершенно, мне кажется, профессионально действовали. И потом в дальнейшем я слышала разговор. Один из понятых говорил полковнику Пухнатому, что вот вы когда меня вызвали, позвонили, ну, я там был занят чем-то, то есть все бросила, приехала. Муж сказал, что мы не собираемся препятствовать. Если у них есть соответствующие документы, они могут приступать. Начали осматривать шкаф вначале. Тут книги до сих пор лежат. Перелистывали каждую-каждую книгу. Затем осмотрели комнату сына, комнату дочки. И вот муж вообще не имел права вставать. В тот момент, когда... А где он находился? Он находился вот здесь. Он постоянно думает. Только стол стоял чуть глубже, потому что было больше людей. Вот тут он стоял, а потом тут стоял.